шалом друзья продолжим сегодня разговор о шауле из тарса который уже в бытность апостолом павлом как минимум однажды заявил о себе я фарисей сын фарисея неужели он так и остался ровно тем же фарисеем каким был до того как уверовал в мессию как такое возможно чтобы апостол господа иисуса христа был одним из тех с кем у самого господа были очень жесткие столкновения прошлой программе мы начали отвечать на этот вопрос с прояснение такого хорошо нам известного понятия как христианин и договорились о том что изначально христианин и иудеи вовсе не были понятиями взаимоисключающими а что насчет понятие фарисей понятно что фарисей иудеи но мог ли фарисей быть христианином то есть последователем мессии еще если наш рефлекторный ответ на этот вопрос отрицательный то лишь по той причине что мы понимаем евангельские тексты в которых еще обличает фарисеев традиционным а именно мы думаем что еще представляет христианство благодать и так далее а фарисеи представляют иудаизм закон и все прочие противоположности соответствующих христианских понятий но на самом деле у ешо было очень много общего с фарисеями что же именно фарисеи признавали священными не только пять книг закона моисеева но также и пророческие книги танаха они верили в бессмертие души в воскресение мертвых загробное воздаяние в помощь бога людям в их добрых делах а также существование ангелов и духов наконец они признавали как божественное предопределение так и свободу воли человека именно это отличало их теологически от двух других основных религиозных течений в иудаизме первого века нашей эры от садукеев и есеев садукеи не верили в божественное предопределение и считали человека абсолютно свободным а также вероятно не признавали других священных текстов кроме пяти книжи кроме письменной тары устную тару они тоже не признавали если и напротив верили в то что все предопределено а свободы воли у человека нет фарисеи сочетали и то и другое и эти их отличия от садукеев описаны в первую очередь древнееврейским историком иосифом флавием и подтверждаются также новым заветом например 23 главе книги они апостолов мы читаем что садукеи говорят что нет воскресения не ангела не духа а фарисеи признают и то и другое уже отсюда понятно что еще был ближе к фарисеям чем к садукеем столкновение еще садукеями происходили главным образом в связи с его служением на территории храма почему потому что садукея были священнической элитой и в качестве таковой рассматривали храм как свою вочину покушаться на которую не дано было никому а еще частенько учил в храме а также позволял себе и другие вещи вспомните например историю с изгнанием торговцев и менял из храма фарисеи же специализировались если так можно выразиться на обучение всего народа заповедем соблюдению заповеди торы вообще они просто на храмовых ритуалах и вот тут мы подходим к самому главному что их объединяло с еще фарисеи как и он относились к религии очень серьезно как и шо они хотели чтобы народ израиля был святым народом чтобы он не только назывался народом всевышнего но и жил соответствующим образом и поэтому конфликт еще с фарисеями это по много по мнению многих исследователей конфликт людей преследующих не разные цели как мы иногда думаем с вами но стремящихся к общей цели однако идущий к ним к ней к ней к этой цели разными путями то есть мало того что это конфликт внутри иудейский домашний так сказать конфликт между двумя направлениями в одной и той же религии в иудаизме они между иудаизмом и христианством так это еще и конфликт между двумя иудейскими направлениями которые были вероятно ближе друг другу чем кому бы то ни было еще отличие между ними в том как они понимали святость и пути ее достижения во всяком случае именно так по-видимому нужно читать евангельские описания столкновений и диспутов и шо с фарисеями эти описания служат вполне конкретной дидактической и риторической цели и вовсе не претендуют на абсолютную историческую достоверность или исчерпывающую полноту информации евангелисты лишь подчеркивают контраст между тем путем к святости который предлагал господь с праведностью книжников и фарисеев у описанием евангелистов праведность книжников и фарисеев это была праведность поступка поступок можно ведь наблюдать со стороны извне и поэтому фарисейство в европейских языках так легко отождествляется с лицемерием то есть с работой на публику пусть все увидят какой я хороший то есть как я даю милостыню какую скромную одежду ношу а или правильную одежду и так далее прежде всего прежде чем двигаться дальше я предлагаю давайте зафиксируем один очень важный момент праведность поступка это все-таки праведность они беззаконии праведный поступок может легко ввести заблуждение видящих его но сам он от этого не становится неправильным ведь давать милостыню и молиться богу это все-таки хорошо это правильно а вот зачем давать и зачем молиться это другой разговор и не менее важный это разговор о мотивах это тот самый разговор который заводит еще разговор не о внешнем а о внутреннем не о том что видно людям а о том что видно одному лишь богу отцу который в тайне как он его называл иногда противостояние еще с фарисеями как считают многие библеисты нужно видеть именно в этом контексте как противостояние двух одинаково ревностных по святости народа израиля религиозных лидеров которые предлагают радикально разные пути к этой цели отличие в том где видеть основное препятствие то есть скверну в пище в посуде из которой ты ешь эту пищу а на руках которыми ты ее берешь в людях которыми ты сидишь за одним столом или собственном сердце которое взору этих людей недоступно но тем не менее совершенно реально и может быть наполнена как святой любовью для которой она собственно и создана богом так и всякой нечистотой типа осуждение высокомерие ощущение собственного превосходства похотью и прочими пороками давайте теперь перефор переформулируем наш вопрос в свете сказанного сейчас можно ли продолжать соблюдать некие правила поведения если твой основной акцент не на поступки а на твой внутренний мир можно ли поститься два раза в неделю давать десятину со всего с чего тора заповедует давать ее давать милосту не мыть руки перед едой думаю прежде всего не о том что скажут люди увидев все это а том что скажет на все это бог мне кажется что да ведь человек способен доводить очень многие поступки до автоматизма так что его сердце во время их совершения может быть где угодно если она может быть зациклена на так называемом общественном мнении то почему бы ему не быть вместо этого постами постоянно устремленным к богу поэтому может быть а одновременно быть учеником миссии еще и фарисеем вполне возможно теперь вернемся к основному вопросу который мы рассматриваем в этой серии программ к фарисейству павла причем уже не апостола чем же простите апостола они студента гамалеила остался ли павел фарисеем в самом деле ведь именно такое впечатление складывается из книги деяний где он уже будучи праве проповедником евангелия так именно и представляется синедрион он говорит я фарисей сын фарисея в некотором смысле он безусловно остался фарисеем в каком же именно вера воскресения мертвых конечно же не только не покинула его после встречи с воскресшим еще но напротив утвердилась в нем еще одно отличие фарисеев от садукеев признание пророческих книг танаха бога духовновенными и в посланиях павла мы очень явно видим именно такое отношение к пророкам также в его проповедях и беседах которые нам приводит лука в книге деяний поэтому в чем-то павел конечно же остался фарисеем и поэтому вполне мог назвать себя фарисеем перенес внедренным нисколько не кривя душой особенно уточнив что его судят за чисто фарисейское убеждение относительно воскресения мертвых с другой стороны понятно что некоторые части своего фарисейского багажа павел основательно перебрал после знаменитой встречи с ешуа сам он говорит об этом совершенно не двусмысленно например в послании к филиппийцам я протестирую довольно длинный отрывок 10 стихов подряд но он как мне кажется а очень важен для понимания нашей темы если кто другой думает надеяться на плоть то более я обрезанный восьмой день из рода израилева колено вениаминова еврей от евреев по учению фарисей по ревности гонитель церкви божьей по правде законный непорочный но что для меня было преимуществом то ради христа я почел щитой да и все почитаю щитой ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести христа и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но с той которая через веру во христа с праведностью от бога по вере чтобы познать его силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуясь смерти его чтобы достигнуть воскресение мертвых говорю так не потому чтобы я уже достиг или усовершился но стремлюсь не достигнули я как достиг меня христос иисус братья я не почитаю себя достигшим а только забывая задние и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести высшего звания божия во христе иисусе и так кто из нас совершен так должен мыслить если же вы о чем мыслите иначе то и это бог вам откроет здесь павел относит свое фарисейство числу своих преимуществ которые он почел щитой ради христа читает еще не самое сильное его выражение здесь более сильное ссор который буквально по-гречески означает помет или экскременты стоп секундочку как можно называть экскрементами принадлежность к народу израиля и к фарисейство то есть к самому строгому иудейскому учению как язык поворачивается такое говорить о своем собственном народе и о своей религии но это же чистой воды анти иудаизм и антисемитизм да еще из уст иудея разве нет и тот же самый павел в другой ситуации перед иудеями рима сказал что не сделал ничего против народа своего иудейского народа и отеческих обычаев в двадцать восьмой главе книги я не в семнадцатом стихе он такое говорит вот это хамелеон язычником пишет гадости называет все кроме христа простите дерьмом в том числе и ту веру в которой вырос а евреям говорит что он остался в доску своим что у них никаких претензий к нему быть не может и этот человек еще смел обличать в лицемерии апостола петра который в антиохии то ел с язычниками то сторонился их я не думаю что павел кривил душой перед иудеями рима в послании к кримлин он не раз высказывается о законе то есть о таре составляющей сердцевину иудаизма очень позитивно почему же в послании к филиппийцам он говорит что все фарисейство и иудейство потеряли для него всякую ценность потому что если не все это очень многое очень относительно и субъективно в нашей жизни и потому что до встречи с мессией павел просто не знал ничего лучшего да по сравнению с язычеством принадлежность к народу израиля и соблюдение заповедей торы это великое преимущество и простите что повторяюсь праведность книжников и фарисеев далеко не самая плохая вещь под солнцем она куда лучше чем идолопоклонство оккультизм человеческие жертвоприношения храмовая проституция и прочие откровенные беззакония но вопрос то не в этом а в том лучшее ли это из всего что доступно человеку так вот павлу открылось нечто такое что он счел неизмеримо лучшим того что раньше так ценил ему открылся мессия царь израиля сын давидов и мессия предложил ему весьма достойному подающему надежды большие ученику великого рава гамлиэля непочетную должность ну например в еврейском легионе который этот мессия собирал для борьбы с римскими оккупантами а участие в собственной смерти и в собственном воскресении из мертвых ну и соответственно в собственном мессианском царстве который он установит по возвращении и вот по сравнению с этой сопричастностью к мессии все его еврейские преимущества говорит павел были просто мусором так что речь идет отнюдь не о том что христианство хорошее а иудаизм плохой христианстве павел вообще не говорит ни слова у него и понятия такого в лексиконе не было речь о том что самое лучшее что было у человечества до сих пор теперь блекнет в свете славы мессии если взять аналогии из техники то гоночный автомобиль просто ничто по сравнению с самолетом в плане скорости а логарифмическая линейка хлам ссор по сравнению с калькулятором но вам же наверно не приходит в голову обвинять в нелюбви к математике того кто выбросил в мусорное ведро пожелтевшую от времени школьную логарифмическую линейку и радуется калькулятором так точно также не стоит и обвинять павла в нелюбви к иудаизму когда он говорит что мессия израиля лучше чем фарисейство заповеди торы действительно соблюдаются гораздо лучше когда живешь с мессией чем без него как подсчеты на калькуляторе гораздо точнее и быстрее чем на линейке продолжим разговор павли через неделю спасибо шалом